Дорогие ребята, я Тимофей. Очень рад встретить с вами. Очень надеюсь, друзья, что на этой неделе все будет очень хорошо и те, кто заболел, будут здоровы. Кто получил плохие оценки, выучат уроки и получат хорошие. Друзья, все, кто грустил, давайте будем вместе радоваться. Давайте вместе с нами и нашей программой начнем этот шаббат. Но прежде давайте помолимся. Дорогой наш Бог Господь, благодарим Тебя Всевышний за этот шаббат. За эту встречу с нашими друзьями. Благословяем Твое Святое Имя. Превозносим Тебя и славим. Аминь. Шаббат шалом, ребята! С вами Женя. Как и обещал вам в прошлый раз, сегодня мы будем путешествовать по Египту. Будем участниками жуткой истории, которая произошла в Египте. Виноват в этом жестокий фараон. Итак, Маше отправляется в Египет исполнить волю Всевышнего. По дороге к Египту он встречается со своим братом Аароном. Они крепко обнимаются и вместе отправляются на встречу с фараоном. Придя во дворец, Маше сказал фараону, у меня к тебе послание от Бога. Бог говорит, отпусти народ мой, чтобы он совершил служение мне в пустыне. На что фараон ответил, кто такой Бог? Я его не знаю и никого никуда не отпущу. Фараон выгнал Маше и Аарона и надзирателей заставил еще больше угнетать израильский народ. Тогда Маше сказал фараону, если ты не отпустишь мой народ в пустыне, то вода в реке Нил превратится в кровь, и вся рыба в ней погибнет. Маше ударил посохом по воде, и вся река тут же превратилась в кровь. Но фараон не собирался никого никуда отпускать. Тогда Маше говорит, вот что говорит Господь, я поражу весь Египет жабами, они будут повсюду, в кроватях, в еде, на столах, на крышах, повсюду. Так и произошло. Жабы прыгали повсюду, они запрыгивали в тарелки, в игрушки. Их было так много, что сгребали из них большие кучи, и эти кучи очень-очень плохо пахли. Фараон приказал слугам привезти Маше и говорит ему, помолись своему Богу, пусть эти жабы уйдут, а я отпущу народ в пустыню. Маше помолился, жабы исчезли, но сердце фараона ожесточилось, и он не отпустил народ израильский в пустыню. Тогда Маше сказал фараону, вскоре весь Египет покроется мошками. Фараону было все равно, вскоре весь Египет покрылся мошками. Они были на людях, на животных, кусали людей, животных, от них невозможно было спрятаться. Чародеи фараона сказали ему, это сделал их Бог. Фараон посмотрел на своих чародеев и сказал, не отпущу, пусть еще больше работают. Маше пришел к фараону и сказал, отпусти народ в пустыню, принеси жертву Господу, иначе казни над Египтом не прекратятся. И следующее будет прослано в виде песих мух. Сердце фараона еще больше ожесточилось. Воздух в Египте стал черным от песих мух. Никому от них не было спасения. Фараон зовет Маше, Маше, помолись своему Богу, пусть уберет этих мух, и я вас отпущу. Маше помолился, и мухи исчезли, но только фараон еще больше разозлился и не отпустил народ в пустыне. Маше говорит фараону, если ты не отпустишь народ мой, то сойдет весь скот египетский, моровая язва и поразит всех животных. Израильский скот не погибнет. Он будет отделен и защищен Богом. Фараон ожесточил свое сердце и не отпустил народ израильский. Во всей земле египетской умер скот от моровой язвы, а сердце фараона еще больше ожесточилось. И сказал Бог Маше, возьмите с Аароном пепло из печи, полные горсти и подбросьте к небу. Они так и сделали, и по всей земле египетской поднялась пыль. И появились от этой пыли нарывы и воспаления на людях и на животных. Что вы думаете, ребята? Фараон остановился? Согласился с Богом? Конечно же нет. Он еще сильнее ожесточил свое сердце. Давайте посмотрим книгу «Шмот» или «Исход» 9 главу с 14 стиха. И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись пред лицо фараона и скажи ему. Так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его. Вот, я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне. Весь израильский народ был предупрежден, что нужно укрыться. И те слуги фараона, которые поверили Господу, тоже укрылись в жилищах своих и не пострадали. Остальных людей и животных, и деревья, и поля побил град и огонь, сошедший с неба. Это было страшное бедствие. Фараон взмолил Моше, Моше, помолись, пожалуйста, своему Богу, пусть перестанет град идти, и я вас отпущу. Но как только град прекратился, фараон ожесточил свое сердце и не отпустил народ. Моше опять пришел к фараону. Да коли ты, фараон, будешь гневить Господа и не отпускать евреев для жертвоприношения в пустыне, если ты не смиришься перед Богом, то вот Бог пошлет на Египет саранчу. Все, что осталось после града, уничтожит саранча. Но фараон не убоялся Бога и выгнал Моше и Аарона. Тогда на Египет подул восточный ветер, и земля покрылась саранчой. Такой саранчой никогда не было и не будет. Она поела всю зелень, все деревья, все стволы. Слуги фараона попросили отпустить народ, потому что уже никто не выносил этих казней. Фараон поставил свои условия. Ладно, пусть идут сами, без скота и детей. Моше ему объяснил, что это невозможно, и дети и скот должны быть с нами. Тогда фараон еще больше ожесточил свое сердце и не отпустил народ. И сказал Господь Моше, простри руку свою к небу, и пусть на всю землю египетскую сойдет тьма. Густая тьма спустилась на землю на три дня. Никто никого не видел, всем было страшно. Фараон зовет Моше. Моше, помолись Богу, пусть уйдет эта тьма, и я отпущу народ твой. Моше помолился, и тьма отошла. А фараон еще больше ожесточил свое сердце и не отпустил народ израильский в пустыне. Что было дальше, что произойдет с фараоном, и выйдет ли народ израильский из Египта, мы узнаем в следующей передаче. Шаббат шалом, ребята. Буду с нетерпением ждать с вами встречи. До следующей субботы. Пока. Шаббат шалом, ребята. С вами Давид. Что мы сейчас услышали? Фараон и египтяне думали, что они самые могущественные. Фараон не хотел подчиняться всемогущему Богу и признать его величие и силу. Все, что произошло в Египте с фараоном и египтянами, очень печально. Вы, конечно, скажете, с нами такого быть не может. Мы не рабы человеку. А я вам открою секрет, ребята. Человек может быть рабом греха. И это рабство ничуть не лучше рабства фараону. Грех является жестоким тираном и управляет человеком, заставляя его делать зло. Человек сам не в силах противостоять этому. Например, ты много раз пытался не врать, не делать уроки, не завидовать никому в школе, не обижать и не обижаться. Но у тебя не всегда это получается, потому что грех руководит тобой. Что же делать? Кто освободит нас от такого рабства? Только Бог может и хочет освободить нас от рабства греха. Для этого он и послал своего сына Ишуаха Машиаха, который, если ты поверишь в него, освободит тебя от всякого рабства. Знаете, ребята, Богу не безразлична твоя жизнь и твое внутреннее состояние. Если ты попросишь у него в молитве о помощи и раскаешься в своем грехе, Ишуа обязательно тебе поможет больше не грешить и не делать зла. А теперь, ребята, на примере я хотел бы вам показать, каким может быть ваше сердце. Мягкая и добрая, как эта губка, или же твердая и холодная, и каменная, как этот камень. Вот смотрите. Губка впитывает в себя Божью любовь. А камень, по сравнению с губкой, сколько бы он ни лежал в воде, и сколько бы он там ни находился, ничего с ним происходить не будет. Ребята, мы будем за вас молиться, чтобы Бог помог вам иметь мягкие и добрые сердца. И Бог помог вам освободиться от всякого греха. Шаббат шалом! Шалом хаверим! Мы с вами продолжаем изучать иврит, и сегодня у нас четыре буквы по плану. Но для начала мы вспомним все буквы, которые мы с вами уже изучили. Первая буква алфавита. Буква Алиф. Дальше идет Бет. Буква Гимель. Буква Далет. Две буквы, которые мы выучили в прошлый раз, это буква Хэй и буква Вав. И сегодня у нас еще четыре буквы. Это буква Зайн, Хэт, Тет и самая маленькая буква, вы врите, Ют. Сейчас я их подпишу, чтобы вы не забыли. Итак, повторяем. Первая буква алфавита. Буква Алиф. Вторая буква Бет. Буква Гимель. Далет. Дальше Хэй, Вав, Зайн, Хэт, Тет и Ют. Итак, попробуем повторить. Алиф, Бет, Гимель, Далет. Хэй, Вав, Зайн, Хэт, Тет, Ют. И сегодня мы выучим с вами вот эти вот четыре буквы. Поехали. Давайте попробуем написать. Буква Зайн. Как Гимель, только в обратную сторону. Печатный вариант очень напоминает букву Вав. Раз. И тут вот маленькая такая черточка. Зайн. Еще раз напомню, что называется Зайн и дает звук З. Итак, следующая буква. Хэт. Хэт также очень похожа у нас на какую букву? На букву Хэй. Есть небольшая разница. Здесь черточка не доводится, да, доверху, а здесь соприкасаются. Как русская буква П. Итак, буква Хэт. Прописной и печатный вариант не сильно отличаются. Печатный более такой жесткий. Буква Хэт. И дает традиционный звук Х. Такой же практически, как в русском языке. И еще две буквы. Буква Тэт. Печатный и письменный вариант мало отличаются. Дает звук Т. И буква Ют. Что печатная, что пропись очень похожа. Отличий очень мало. Ют. Звук Ю. Дома. Взять тетрадь, или это можно сделать прямо сейчас, ручку, и прописать себе в ряд несколько раз. И повторять. Зайн, Хэт, Тэт, Ют. И четыре слова на сегодня. Итак, первое слово ТОВ. Как вы помните, это хорошо. Итак, мы можем ответить на два вопроса. Манишма или Махадаш. Как дела? Второе слово. Захав. Переводится как золото. Проговариваем буквы. Зайн, Хэй, Вэт. Помним, да, что с точкой это будет Бэт, а без точки Вэт. Захав. Золото. Третье слово. Проговариваем буквы. Ют. Хэй. Вав. Здесь у нас будет звук У. Далит. Хэй. Соответственно, здесь у нас будет Е. Здесь У. Здесь А. Пробуем прочитать. Е. Гу. Да. И два варианта перевода. Иудея. И также имя Иуда. И последнее слово. Аналогично предыдущему. Ют. Хэй. Вав. Далит. Ют. В конце будет звук И. А здесь также Е. У. Е. Гуди. Иудей. Пробуем еще раз прочитать по буквам. Тет. Вав с точкой вверху будет звук О. И Вэт. Читаем, как Тов переводится хорошо. Второе слово. Зайн. Хэй. Вэт. Захав. Золото. Третье слово. Ют. Хэй. Вав с точкой сбоку. У. Далит. Хэй. Егуда. И четвертое слово. Ют. Хэй. Вав с точкой сбоку. У. Далит. Ют. Егуди. Иудей. И давайте еще раз повторим все буквы. Дома обязательно пробуйте проговаривать и повторять уже без подписей. А я с вами буду прощаться. До скорых встреч. Лейтроот. Привет, ребята. С вами снова Давид. И мы будем сегодня делать с вами жаб. Вот таких вот прекрасных разноцветных. С чем это связано? Это связано со второй казнью, которую Бог всемогущий послал на египтян. Ну вот пришла лягушка. Ну вот пришла лягушка. Итак, для этого нам нужно сделать вот такой вот квадрат. Для этого мы с вами берем обычный лист бумаги А4. И загинаем один угол, чтобы он был по центру согнут. Выравниваем и отрезаем по краю. Итак, мы с вами получили вот такой квадрат. И теперь с этим квадратом, вот видите, да, мы уже один раз его загнули. И также параллельно проводим такую же линию. Вот так по центру берем и загинаем. Видите, у нас получился такой крест. А теперь еще одну линию мы загибаем напополам. Хорошо, ребята, у нас с вами получился вот такой вот листочек. И теперь мы с вами загибаем вовнутрь вот таким вот легким движением. Раз и два. И у нас с вами должен получиться треугольник из квадрата. Теперь мы берем и загибаем углы к центру. Вот таким движением. И наши уголки нам нужно загнуть вот так вот. Чтобы у нас с вами получилась вот такая фигура. Хорошо, мы теперь переворачиваем на другую сторону. И загибаем вот таким вот образом наши с вами лапки у жабки. Вот таким вот образом. И у этих лапок мы с вами делаем такие вот загибы. Раз и два. И вот так вот у нас с вами получается. И теперь дальше самое интересное. Мы делаем, чтобы наша жабка могла прыгать. Загибаем сначала один раз. Вот так напополам. Еще раз вот так. Вот такая вот жабка. И теперь мы берем глазки. Если у вас нету прям таких глаз, вы можете просто вырезать из черной бумаги маленькие кружочки, которые будут как глаза. И вот что у нас с вами получилось. Смотрите. Вот такая вот прекрасная жабка. И вот так прыгают наши жабки с вами. Будем ждать ваших поделок в группу Viber. Присылайте нам свои фото. Шаббат шалом, ребята. С вами снова я, Эмиль. И ваша любимая Викторина. Ребята, помните, я обещал вам сказать имя победителя. А победитель у нас? Узнаете в следующую субботу. И имя победителя не обозначено. Потому что, к сожалению, никто не ответил на вопросы предыдущей Викторины. Но вам повезло, что мое качество – это доброта. Поэтому я даю вам еще один шанс. И на этот раз я жду от вас ответа. Договорились? Поехали. Первый вопрос. О скольких казнях на Египте вы услышали сегодня? О десяти? О девяти? О восьми? Второй вопрос. Какая была вторая казнь? Блохи? Жабы? Или мошки? Третий вопрос. Какая была первая казнь? Жезл Маше превратился в змея и всех покусал? Вода превратилась в кровь? Или сошла на землю тьма? И четвертый, последний вопрос. Сколько дней не переключалась тьма на земле египетской? Семь дней? Непонятно. Три дня. Ну все. На этом викторина наша закончилась. И я жду от тебя на этот раз ответа. Ну все. Пока. И не забудь. Я очень добрый. Ребята, наша программа подошла к концу. А шаба продолжается. Желаю вам хорошего улыбка. Вся наша команда будет ждать с нетерпением ваши фото, поделок, ваших комментариев и ответов на викторину. Будьте с нами. Смотрите нас, ставьте лайки. До скорой встречи. Шаба шалом! Смотрите нас, ставьте лайки.